Проблема платных продленок теперь волнует не только родительскую общественность, но и депутатов Государственной Думы. Валерий Иванов организовал в областном центре круглый стол по решению вопроса с платными группами продленного дня в школах. На повестке дня два основных вопроса. Почему в регионе такая дорогая продленка от 10 до 50 рублей в час? И как можно эту стоимость свести к минимуму? Из 85 субъектов Российской Федерации у нас в нашей стране только в 20 субъектах платная продленка. Вот вдумайтесь, пожалуйста, из 85 только в 20. И вот в эту группу риска попала наша родная Ивановская область. По 273-му федеральному закону об образовании услуги, предоставляемые в школах, разделены на образовательные и дополнительные по уходу и присмотру за детьми. В штате перестала существовать должность воспитатель. Соответственно, финансировать продленки могут только родители. В 21 школе города Иваново и 5 школах города Тейково за эту услугу введена родительская плата. То есть, по нашим подсчетам, только примерно пятая часть тех школ, которая предоставляет услуга, оказывает ее на платной основе. В Тейково власти и родители пришли к консенсусу и установили плату на уровне 10 рублей в час. Депутаты предлагают включить присмотр и уход в графу «муниципальный заказ» или урегулировать ФЗ так, чтобы продленка снова стала бесплатной. Еще одна лазейка – ввести понятие «школа полного дня». Тогда кружки и секции в послеобеденное время будут бесплатными для родителей предоставляться за счет основного школьного финансирования. Мы вернемся просто к старой схеме, когда группы продленного дня в школах были. Они на 99% были бесплатными, потому что в норматив финансирования образовательной услуги был включен коэффициент на организацию группы продленного дня. Сегодня в наших нормативах обеспечения гарантии прав граждан на образовательную деятельность такого коэффициента нет. Позиция Департамента образования, несмотря на решение законодателей, сводится к введению в школах одной-двух бесплатных групп продленного дня для детей из малообеспеченных семей. Позволит ли это облегчить ситуацию или наоборот усугубит ее недовольством родителей, не попадающих в годные группы, пока не ясно. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.